Всем привет, дорогие друзья и товарищи! С вами Рин, и мы снова в Вайоминге, снова играем в Firewatch. Я начинаю в довольно-таки необычном для меня самой месте, потому что хоть убейте, я не знаю, как здесь оказалось. Я пошла искать этот Cottonwood Creek, следила по карте, естественно, за тем, чтобы идти на юг, вот сюда. Да, хотела вырулить к реке, как я это уже делала, но почему-то каким-то невероятным образом я подобралась к тому самому Medicine Wheel. Да, вот оно, представьте себе. И теперь, короче, ломать голову, то ли это я раньше такая была не слишком-то умная и не могла найти сюда дорогу, то ли мне просто она внезапно открылась. Тут бабочки летают и всё такое. Я просто иду, смотрю, куча камней, я думаю, о, что это за странные такие камни, ещё кажется, что в каком-то особом порядке они лежат. А когда я сюда подошла и дошла до центра, до меня дошло, и вот эти камни, разложенные в особом порядке, и что это значит? Почему Medicine Wheel, что, как, хрен его знать? И я пыталась отсюда как-то выбраться. Не получилось. Везде тупик. Когда пошла наверх, оказалось, что я каким-то образом выхожу к обгоревшему дереву, к которому мы раньше никак не могли подобраться. Короче, трэш, шугар и садамия. И, в принципе, как отсюда вылезти, я теперь не очень-то хорошо понимаю. У меня даже соблазн велик, если честно, нажать на Escape и запустить игру заново. Как бы вот так. Потому что, ну, действительно, почему я сюда пришла, каким образом я сюда пришла, я сама не понимаю. Но сохранений никаких не было, от Дилайла никаких известий не было, ничего, в общем-то, не было. Поэтому давайте-ка, наверное, мы все-таки сделаем вот так. И снова встречаемся мы здесь, дорогие друзья, товарищи. Я еще раз сейчас при вас посмотрю на карту. Но нам нужно идти на юг. На юг, правильно? Я прекрасно помнила, что в прошлый раз мы вышли на эту реку, пройдя вдоль заборчика вот этого вот, который здесь виднеется. То есть, получается, что когда я наткнулась на вот это каменное Медисинвилл, я все-таки не знаю, как его корректно переводить. Медицинское колесо, но это как-то странно. Почему оно медицинское? В общем, вышла я буквально вот за этим вот деревом обгоревшим, и там у меня появилось действие срубить. И я так поняла, что либо мне нужен был для этой цели топор, может, я его оставила на вышке, может быть, за ним надо будет вернуться или что, или он все-таки у нас в рюкзаке лежит. Короче, это нам понадобится потом для того, чтобы перелезть на эту сторону. Вот как-то так. Но просто я прошла дальше, и почему-то этот забор не нашла. Такое ощущение, что он исчез. Странно очень. Или я изначально пошла не в ту сторону, может, мне надо было вот сюда бежать, а не туда. Без понятия. Но сюда же мы спускаться не хотели. А хотя нет. Спустились. Это вроде бы раньше Генри почему-то противился. Но здесь же уже этого заборчика нет. Где гарантии, что мы идем правильно? Хотя компас указывает на юг, да. Теперь на запад. А, или может, мы все-таки теперь правильно пошли. А вот же, вот у нас есть заборчик. Но правда, у меня почему-то такое стойкое ощущение, что здесь все поменялось. Но не может же быть такое в мире фаер-вотча, чтобы рандомно менялись вот эти вот леса. Скорее всего, я просто не с той стороны сюда подошла. А, ну вон еще заборчик я вижу. Значит, это просто я затупила. Нет, вон все-таки речка виднеется. Где-то тут я находила черепашку. Да, я, кстати, так и не поняла. Ведь где она у нас, эта черепашка? Дома где-то сидит или что с ней? Ну, надеюсь, что все хорошо. Так, в любом случае, хорошо, что мы слишком долго не блуждали и вышли к реке. Пожар, конечно, этот просто ужасный. Ну, ящик мы открывали. И второй раз открывать его не будем. Теперь нам нужно просто вспомнить, как добраться до ручья. Тут можно пропрыгать. Ну, хотя я не знаю, можно и самим спокойно пройти, без этих всяких пробелов. Такая водичка красивая. Теперь нам нужно в эту сторону. И я, конечно же... Подожди, мы правильно пошли? И я, конечно, не знаю, что мы там увидим. Поэтому мне заранее немножко страшно. Так, я думала, тут указатель. Но это такое дерево, видимо, просто отгоревшее. Дилайла звучала такой веселой. Голос ее, точнее, звучал таким веселым, когда она об этом рассказывала. О, боже, горы вообще белыми кажутся, как будто там на них столько снега. Но это ее веселье было очень неестественным. Генри это заметил сразу. Так, ну, собственно, вот разбитые снегоходы, вот свиной пруд. Нам нужно идти на юго-восток, как я помню. Тут ничего нового не появилось. Ну, видимо, совсем ничего. Подожди, а вот это что за камень? Мы туда подходили? Видимо, просто камни. Просто камни. А отсюда можно как-то спрыгнуть, спуститься? А, можно просто спуститься. Вот лагерь Аропаха. Лагерь Аропаха. Мы через него же должны пройти к ручью или как? Нет, нам нужно в другую сторону теперь. Нам нужно на запад. Нам нужно туда. Вот, чуть было не сбилось с пути. Тут, значит, был указатель, который, как сказала Дилайла, постоянно воровали. Хотя я так и не поняла, почему. Что такого смешного? Свиной пруд и свиной пруд, подумаешь. Ну, у всех свои недостатки. Так. Если раньше хоть думалось о чем-то приятном, хотелось здесь расслабиться, то теперь так и боишься наткнуться на очередную непонятную фигню, которую не объяснить. И Дилайла снова будет доказывать Генри, что ему это все просто почудилось. А как он ей докажет, что все это было на самом деле? Что если и не как? Я хочу сфотографировать. Только тут вот этот туманчик мешает. Скорее всего, от пожара дым идет. Фотоаппарат. А, я же держу компас. Правильно. Жалко, что нельзя одновременно несколько предметов держать. По-моему, идеальный кадр. Осталось всего семь снимков. Успеем ли мы вообще их сделать? Вдруг сейчас игра как возьмет, так как закончится? А я буду не готова к такому повороту событий. Ну, я пришла. И что мне надо было тут увидеть? Зачем мне надо было сюда приходить? Или это не то дерево? Да то, вот же лыжа стоит. Может, там есть еще какое-то большое дерево? Коттон-вуд крик. Я пришла. Что вы от меня хотите? Куда именно мне надо подойти? Может быть, как раз мимо ручья прогуляться? Вот в той стороне. Но тут, по-моему, нет ничего. Вон, дерево валяется. Что мне? Откуда вот мне знать, что делать? Может, надо десять раз это дерево обойти? И что-нибудь сказать? Или, может быть, я все-таки что-то упускаю? И надо смотреть на него внимательнее. Ну, я не вижу ничего. Ну, то есть, как факт. Большое дерево. Все. Дела или сказать об этом дереве нечего? Точнее, мне ей сказать нечего. Насчет лыжи я тоже ей ничего не могу сказать. Короче, это странно. Зачем тогда вообще мы сюда приходили? Так, кстати, а может, мы вниз как-то... Нет, судя по всему, нет. Вот будет забавно, если я в кои-то веки затуплю в этой игре. Там, походу, обойти как-то можно, нет? А, ну, здесь слишком высоко. Мы еще свалимся туда нафиг. Вот игра нам как раз преграждает путь. А можно было бы спуститься где-нибудь? Подожди, там что-то... А, это деревце. Нет, это не то. Показалось. Вы мне уже, знаете, все чудится после того, как я палатку у девчонок нашла. Что, может быть, где-то на дереве что-нибудь висит какая-нибудь улика. Может, мне надо было в лагерь еще раз сходить? Что от меня хотят? Мне сказали найти вот это дерево, прийти сюда. Я же специально проверила. Коттон-вуд. Это и есть коттон-вуд, ручей. Я пришла. Непонятно. Ладно, значит, будем бегать вдоль ручья и что-то искать здесь. Может, по самому ручью? Ну, конечно, нет, меня сюда не пустят. По самому ручью гулять. Просто камень. Просто камень. Ну, что тут может быть? Должны же мы на что-то обратить внимание. Может, надо здесь найти... А, вышка Диллайлы. Может, здесь надо найти дерево, которое не сгорело? Ну, типа, вот же все эти тополя растут. Найти какой-то тополь, ну, похожий, я не знаю, который не сгорел. И там что-то, и там что-то может быть. Интересно, что. Пока ничего подобного не наблюдается. Вот с левой стороны получается много обгоревших растений. С правой вроде бы еще ничего так. Вот это вот просто дерево. Просто дерево. Ящик. Ну, к ящику-то мы подходили. К ящику-то мы как раз подходили. Есть у вас мысли, ребят, что делать? У меня нет. Подожди. Там есть какая-то тропка или там тупик. По-моему, я туда не ходила. И что здесь может быть? А-а-а! А-а-а! Лол! Вы серьезно? Вы серьезно? То есть мне надо было вот этим путем прийти сюда, к этому. Медисин Уилл. И я вот так могла выйти к этому хлопковому ручью. Ну, а делать-то мне что? Все равно. Тут же не могло появиться какого-то нового предмета. Или я не знаю. Ни дела ли об этом не сообщить? Ничего не сделать? Че к чему? И это ж надо. Это такая, получается, лазеечка была. Вот. То есть откуда мне было знать, что здесь можно пройти? Это надо было очень внимательно тут, тут осторожно ходить, во все это всматриваться. Ну, охренеть, конечно. Нет, на самом деле я удивлена в хорошем смысле, что, оказывается, вот так вот можно было. Тополиный ручей. Да неужели, наконец-то хоть... Неужели, наконец-то хоть продвинуться можем? Мы прямо в нем стоим, да. Ну, вижу, и что? Я же брала оттуда уже что-то. А, ну тут книжка как раз валяется. Окей, found the cash box. Great, open it. Ну, давай. А что она могла туда положить такого? 5, 6, 7, 8, она сказала, да? Очень оригинально, конечно, они тут коды придумывают, ничего не скажешь. А если нас подслушивают? Ой, подожди, не в ту сторону мотаю. И что? Братцы! Да ладно, господи. А-а-а, окей. Блин, я, конечно, поступила немножечко как идиот. Откуда ж я знала? О, нет, тихо-тихо-тихо-тихо. Только не говорите, что сейчас... Вломиться на луквапите? Да, уж, уже даже Генри не сдерживался. И я не знаю. Вот. Чем же вопросом задавалась я пару серий назад? Я не знаю. Может быть, он действительно просто сходит с ума. Он так боится, что что-то в его жизни снова может исчезнуть, потому что ему дорого. Но она не такая уж голубая, как бы. Я надеюсь. Я хочу на это надеяться. Правда, что на самом деле она настоящая. Так, ну, секундочку. Мне нужно взглянуть на карту, чтобы понять, как нам теперь отсюда выбраться. Скорее всего, нужно было как раз дойти до вот этого Медисинвилл, потом добраться до нашей вышки, а уже оттуда... Стоп, а как мы оттуда вообще добирались? До Ваппетистейшн? По-моему, как-то через... А, мы туда добирались через берег озера Джонси. Может, нам сейчас тогда будет быстрее как раз до озера и дойти? Блин! Куда я вышла? Куда я вырулила? Как отсюда... Подожди, как отсюда вернуться назад? Сейчас, я свяжусь, Дилайла. Я только найду место... Но даже не знаю. Как только ближе к реке подберусь, тогда с ней свяжусь. А, подожди! Это тоже было... Это тоже было на время? Но мне же не показывали, что там... Или я просто слишком далеко отбежала? Да не хватает эту рацию! Нет, действие не появилось, действие пропало. Ну, зашибись теперь, охренеть! Просто! Но я не видела, что оно было временным. Я думала, действительно, сейчас найду спокойное место, отдышусь, а потом уже как-то перезвоню. А то, что я этого не сделала, как-то... Короче, не знаю. Вроде бы игра такая спокойная, да, а действия нужно... Нужно делать быстрые, решительные. Прям... Так. Не заблудиться бы вот сейчас, потому что я что-то... А, наверное, мне сюда. Ну, компас опять надо по 10 раз доставать. Но если я шла сюда на юг, то сейчас мне... А, это тупик. То сейчас мне надо, скорее всего, возвращаться на север. Просто там же вот этот лагерь. Лагерь Арапахо. Я, скорее всего, опять же, иду не тем путем. Или тем. В общем, дорогие друзья, я все-таки выбралась. Там, правда, надо было очень внимательно всматриваться в лес, для того, чтобы понять, где вообще выход. Я уже, если честно, начала паниковать. Думала, все. Может быть, я из-за того, что вовремя с Дилайлой не связалась. У меня игра баганула, или что-то еще. И теперь меня будут держать на том месте, пока я как-то с ней не свяжусь. И, короче, это было бы все, наверное. Но я выбралась. Это река Руби. И я решила, на всякий случай, заглянуть в этот ящичек. По-моему, прошлый раз мы вот это не осматривали. Или, может быть, здесь даже не было этой книжки. Это какой-то Терренс Л. Гринбрайер. И называется она «Случайный спаситель». Тут тоже есть сюжет. Ноябрь 21-го, 63-й год. А Джон, то ли Румбел, то ли кто, тут уже очень размыто видно. Подожди, подожди. Верни. Знает, что жизнь президента висит на волоске. Но кто ему поверит? Не просто еще один Джеймс Бонд. Какой-то там, видимо, классный политический триллер. Ну, еще какие-то отзывы. Mercury Books, кстати. Интересненько. И мы можем ее... Подожди, вернуть я где-то видела. Вот. Ну что ж, вернули и отлично. Давайте теперь мы будем отсюда выбираться. Нам, я так понимаю, теперь нужно просто вернуться к себе на вышку. Вот, значит, что делайла-то была такая веселая. Она оставила мне чистую рацию. Вот поэтому. Вот поэтому. А Генри, наоборот, кажется, только сильнее расстроился. Ну, блин, я просто подумала, мало ли, а вдруг это опять кто-то чужой рацию подкинул. Поэтому и сказала. Да неужели? Вот это новость. О-о-о-о, еще лучше. Ну и что там? Да ты гонишь. О-о-о-о, действительно. Песец. Ты его отправила, потому что я просто не успела тебе сказать. Я принимала решение. Слишком долго. Твою мать. Докопаться до правды? А каким образом? О, кстати, мы вышли в такое место, куда я вроде как раньше никак не могла попасть. Прошлись тут так прям по кругу. А как мы теперь выбираться-то отсюда будем? Охренеть! Не, ну а что? Понятно, этого всего стоило ожидать. Я еще тогда расстроилась, что у нас как-то с этими девчонками все так вышло. Во-первых, они подумали, что Генри маньяк-извращенец. Во-вторых, с этим отчетом, пока я там сидела, размышляла, а как же действительно будет лучше? Но если бы Дилайла, мать ее, не упомянула вообще, что можно как-то... А давай мы не будем об этом говорить? Я-то была только за. Хотя, черт возьми, сейчас просто беру и валю все на Дилайлу, хотя сама виновата. Вот здесь, блин, так я тут как раз и была. То есть как раз отсюда как-то можно выйти на... Вот это Медисон Уилл. Ну-ка подожди секундочку. А как именно? А, ну да, значит правильно, надо идти на запад. То бишь... Туда? Ну, сейчас мы вернемся на вышку и подумаем. И подумаем. А, ну вот оно, вот оно, собственно. Вернемся к вышке и будем думать, что делать дальше. Хотя я не знаю, для чего могут Генри и Дилайла надумать. Мне в голову пока ничего не приходит. Если бы хоть мы знали, имели бы хоть малейшее предположение о том, кто вообще прослушивал наши рации и зачем, с какой целью. Было бы, наверное, понятнее, в какую сторону вообще думать. И что с нами может произойти, хотя бы в теории. Можно было бы догадаться. А так непонятно. То есть рации прослушивают, но могут и не прослушивать. Может, это все просто паранойя у нашего ГГ. Так, погоди. Опять я в тупик зашла, да? Как отсюда вылазить-то? Куда-то ж в ту сторону все равно надо идти. А, вот это дерево. Спасибо, Firewatch, что тормозишь. Я тебе очень признательна. Вот еще раз такое будет, я тебя назову овервотчем. Понял? Куда я? Я вообще туда пошла? А, ну, сохранение сработало. Ну, допустим. И что? И как? Подожди, а мы вообще сюда раньше выходили? Я не помню этого места. Вот этого я не помню точно. Это мы где? И там еще один ящик. Только не говорите мне, что мы... А, мне нужно не на вышку, мне нужно на луквапите. А-а-а-а! И мы снова... И мы снова здесь. Ну, отлично. Нет, мне нужно к вышке, оттуда к пещере, оттуда на этот... на этот лук. Точнее, мне вообще к озеру Джонси надо. Я не туда, не туда я иду. Ну куда? Ну зачем? Как вообще такое могло произойти? То есть, может, здесь действительно по мере прохождения игры открываются какие-то новые лазейки? Ну, не было этого раньше. Или это я просто... Ой. Короче, ладно. Вот как отсюда выбраться? Эти леса, эти горы уже не кажутся такими приветливыми. Уже так страшно здесь застрять. Просто капец. Какой-то. И тем более со всей этой ситуацией еще. Так. Это мы куда? Озеро Джонси. Река Руби. Так. Ну, если озеро Джонси туда... То это гуд. Значит, мы все-таки как-то сможем отсюда выйти. Похоже, что смогли. На запад только. Да, господи, неужели? Но теперь нам нужно идти налево. Сколько же тут развеселых дорог. Короче, ладно. Не будем мы идти через громовое ущелье. Лучше сразу пойдем на запад. Интересно, что это за цветочки такие? Желтенькие. Симпатичные. Сразу лучше дойдем до озера. Там на берег. И все тип-топ будет. Вместо того, чтобы тупить. Черт знает сколько опять. А, тут у нас крепление. Пошли спускаться. Как мне нравилась поначалу вся эта история. Вся эта завязка. Теперь же мне не нравится нифига. Ну, не в том плане, конечно, что игра взяла и резко разнонравилась. Нет, не в этом дело. Скорее, я просто расстроена из-за своих ошибок. Просто потому, что где-то не поняла, где-то выбрала не то, где-то еще что-нибудь. Но ведь в жизни так происходит. Постоянно причем. Живем первый раз. Откуда ж нам, блин, знать, что правильно, а что нет? И какие последствия будут у наших решений? Не все хорошо умеют просчитывать. В общем, ладно, надо мне как-то вытаскивать себя из этого пессимизма. Может быть, у меня все-таки еще есть шансы попасть на хорошую концовку. Да почему здесь сохранение это автоматическое срабатывает? Так и надо. Или это что-то сюжетное? А я уже просто боюсь. Так, погоди. Когда я начинаю бежать, бывает, что я только сильнее запутываюсь. А тут столько этих деревьев, и эта тропка такая вся заросшая. Вот реально непонятно. Ничего. Так, ну теперь нам надо... Куда нам надо? Теперь нам надо вот по этому берегу, правильно? Куда-то пробежать. Или не по этому берегу. Я уже не помню просто. Тут тоже камни будут, да? Которые нам помешают. То есть, таким макаром мы никуда не дойдем. Значит, надо все-таки лезть наверх. А где-то тут были камни, правда, по которым можно было взобраться. Если они тут еще, конечно, остались, и никакая магическая сила их не забрала. Во всяком случае, еще есть надежда найти мерзавцев, которые прослушивали нас. И как-то попытаться с этим разобраться. А по этим камням ты сможешь забраться? Нет? Ну, в смысле? Там же где-то можно было это сделать. Вы же не хотите мне сказать, что сейчас мне придется лезть? Или да? Если честно, то я уже просто не помню, так ли я доходила до того луга или нет. Там же, блин, еще есть фуникулер. Я не верю, что мы им никак не воспользуемся за всю игру. По-любому пригодится. Должен. Ага. Ну, ну да. Сюда или не сюда? Или надо было как раз к тому забору, к другому подойти? Потому что, что нам эта калитка? На ней и так висит замок. А-а-а! Теперь у него есть план. Ну что ж, отлично. Мне кажется, сейчас будет концовка. Почему-то у меня острое предчувствие. Ну что ж, будем исследовать. Луквапити. Открыть крышку. Какого фига? Планшет. Почитаем. Персонал у станции Вапити. Если вы ищете доктора Симонса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. За оборудование, принадлежащее университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинанд. Помните, это охраняемая зона. И о любых проблемах, поломках или нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Оставлю, пожалуй, и от себя. Что, серьезно? Она ужалила! А, ну то есть, тебе все равно, да? Сори ей. Так, ага, мостик. Окей, исследуем. Давай, Генри, вперед. Еще раз. Хорошо, что ты у нас хорошо прыгаешь. Страшновато немножко. Хотя в Монструме вот эти звуки Эмминта намного страшнее. Очень намного. А что мы ищем-то, собственно? Мы ищем людей? И я так думаю, если мы их ищем, то должны вести себя как-то скромнее, что ли. Стараться не попадаться никому на глаза. Или мы ищем... Ну вот я без понятия, что кроме людей мы можем здесь искать. Какой-то бункер, действительно. Как в холоде, я не знаю. Там был же какой-то домик, по-моему. Мы прям туда спускались. И что-то там находили. То ли дневники, то ли старые письма, то ли показания запечатанные какие-то, то ли что-то еще. Ну, времен войны. То ли второй мировой, то ли даже первый. Хрен знает. Мне просто за Генри обидно. Я понимаю, что я тут наделала кучу ошибок, но он же не виноват. Это же все на моей совести. Мне как-то хотелось бы обелить его имя. Если это... Если это возможно. Я вижу там генератор. Это ветряная мельница? Нет. Или по всему нет. А что это вообще за конструкция такая? Генератор. Сообщить не можем. Радиовышка. То есть, с помощью такой штуки они нас прослушивают? Какое красное закатное солнце. Ну и что? И как? Ну, нашли мы эту радиовышку. Что с ней делать-то? Вывести из строя? Можно было бы нажать на кнопочку там генератора, чтобы она отрубилась. Но, скорее всего, если здесь есть люди, они это услышат. Или еще каким-то образом поймут. Похоже, нам... Ага, там внизу есть еще кое-что. Кому это все надо? Зачем это кому-то надо? Упоминали правительство, но правда, зачем? Для чего? Что это за заговор такой странный? И зачем прослушивать Генри? Он обычный мужик. Хотя, кстати, знаете, что интересно? Мы даже не знали, кем он работал. Нам об этом тупо не говорили. То есть Джулия, да, она имела какую-то там ученую степень. Работала в университете, преподавала. Но с ней случился этот Эльцгеймер. Ее забрали домой в Австралию. Генри просто пошел сюда работать. Ну, просто вот, потому что. Чтобы у него были какие-то особые знания, особые навыки, особые приметы. Да ни хрена! Может быть, Дилайла имеет для них какое-то значение? Слушайте, как красиво. Не в тему, но я хочу сфоткать. Не в тему, конечно. Не-не-не, стой, стой, стой. Я все время забываю, что вот на С надо навести. На левой кнопочку сфоткать. Потому что в Симсе, блин, все делается только на кнопку С. Привычка. Смотри-ка, значит, есть еще одна радиовышка. Это уже... Это уже будет что-то, наверное, посерьезнее. Палатка? Понятно, лазить туда лучше не надо, а то и руки оторвет. Треножник для наблюдений. И как они его сюда доставили, действительно? А, все. Больше ничего сказать не могу. Но вот эта палатка... Разметка почвы. Что, тут какие-то военные испытания проходят или что? Зачем им это все надо? То есть, так оказалось внезапно, что здесь, в зоне работы, ну, простых дозорных, да, которые следят за тем, чтобы пожар не начался, или хотя бы его контролируют, так вышло, что здесь расположились ученые, которые работают на правительство, да, и проводят какие-то странные эксперименты. И вот, чтобы они вот просто так взяли и оставили палатку пустой, и вот это вот все, неохраняемым. Это очень странно. Это сверх странно. Как мне это все не нравится. Нас по-любому сейчас сцапают, и это будет хана. Ну, а раз уж мы зашли, давайте будем осматриваться. Полка с едой. Джем взять? Нахрена? А действительно можно? Или нет? Джем взять. А, просто вот эту баночку. Но я даже не вижу, что на ней написано. Почему-то, в отличие от всего прочего, здесь все очень размыто. Ладно, бросили, бросили, я знаю. Соус для пасты, арахисовое масло, джем. Там, кстати, где-то в ящике был батончик, этот, с гранола, который. Я не помню, попало это на запись или нет, но я его схрукала. Оказывается, так можно было. Ну, то есть, да, как бы все покидали. Жесткий кейс, открыть. Приемник взять. Надо было дела или, наверное, сразу сообщить? Что это и для чего? Может быть, я слишком рано его взяла? Куда ты его дергаешь? Кого ты набираешь? Подожди, стой, что? Следовать за пикающим устройством? На что она может реагировать? На... Радиоактивное что-то? Монитор землетрясений. А смотрите-ка, тут такие же носки, и вот это вот все, как у Генри в палатке. Подожди, оборудование, вот. Сомневаюсь. Охереть. Ага, вот тут прям сильно пикает. Ну, можно проверить, хотя... Планшет. Снова планшет. Четырех объектов. А нас с Дилайлой всего двое. Кто еще? Девочки? Ага, да, definitivamente я. И я думаю, вы тоже. А что с другими? Я могу как-то взять планшет и посмотреть? А, тут не очень хорошо написано. Что-то про поведение. И что-то еще какая... А, туфорк серия. Какое-то там поведение, какие-то данные. Такое ощущение, что это не на английском написано. Или это просто такой почерк идиотский. А, мы можем прочитать по-русски. Объект, частота сигнала, полсоциальное положение. В общем, координаты. Часто покидает зону две тропы. Избегает общения, проверить предыдущие данные. Односторонняя тяга копуляции. Это что такое? Конфликт с другими лицами мужского пола. А последнее, непропорциональное поглощение пищи. Ну, во всяком случае, это точно не я. А, так вот на что она реагирует. Я уж думала, на карту, может быть. Давай. Что это за фигня? Для чего она нужна? Твою мать, они действительно следят за нами. За Генри, за Дилайлой. Дилайла, 10 недель. Генри, 10 недель. Охренеть. Мы взять можем как-то их с собой? Погоди. Объект Дилайла А. Возраст 43. Теперь мы знаем, сколько ей лет хотя бы. Так, там было обведено, что неделя 10. Черты характера. Надежно. Возможен алкоголизм. Наблюдательно, харизматично, эгоистично, искаженное восприятие личной истории. У нее искаженное восприятие? Да ладно. Относящийся к делу наблюдения. Никогда не была замужем, детей нет. Редко выходит на улицу или покидает свое местоположение. Многочисленные любовники, несмотря на наличие долгосрочного партнера. Имя Хавьер. Нам-то она рассказывала, что они с Хавьером расстались после того, как у него умер отец. Кажется. Подверженность манипуляции. 3 из 10. То есть она не очень-то подвержена. Подпись супервайзера. Эг. Джулия? Какого? Отчет о Генри. Секунду. Объект Генри М. Возраст 39. Так. Десятая неделя. Черты характера. Вдумчивый исследователь. Придерживается запланированного. Склонен к гневу. Пассивен. Ну вот тут что-то непонятно. Это надо было внимательно листок изучать. Испытывая чувство вины. Прямолинейный. Сдержанный. Кратко об объекте. Объект полностью увлек своего супервайзера. Доверие предстоит научно доказать. Все указывает на полное сотрудничество. Какого супервайзера? Че? Обновление. Объект может подозревать о тестировании. Предлагаем завершить наблюдение, если объект решен покинуть свой пост. Подверженность манипуляции 9 из 10. Какой кошмар. Генри слишком доверчивый. Подпись супервайзера. Где про Джулио? Сжечь это? Что? Тут и так уже есть пожар. Может есть что-то получше? А я типа нет, по-твоему. Зашибись. Но почему у меня такое чувство, что вернуться мне не дадут? Почему мне кажется, что сейчас меня кто-то поймает? Ну не может быть так, чтобы они просто взяли и тут все бросили без присмотра. Что если это хитрый план? Специально для того, чтобы Генри нашел это все. Хотя, с другой стороны, им какая выгода с того, что я это все найду? Я не знаю. Ой, божечки. Я, конечно, понимаю, что не очень умная идея вот сейчас тут стоять на открытой местности, но нужно подумать. Нужно немножко остыть и хорошенько подумать. Что за, блин, исследование? Для чего? Зачем? Кого они набирают? Непонятно. Почему именно Генри и Дилайла? Больше кандидатов не было? И правда ли там была написана про Дилайлу или нет? Хрен его знает. Я вообще, если честно, в шоке. Такого поворота событий я не ожидала. Ну, потому что мне тоже уже начало казаться, что, может быть, Генри параноид или преувеличивает. Но вы только посмотрите. Они настолько серьезно к этому всему подготовились. Просто за тем, чтобы наблюдать за двумя людьми. И при этом Дилайла еще предлагает сжечь это место. Но, по-моему, это уж слишком радикально. И я даже не знаю. Я не знаю. Я просто боюсь, что вот я сейчас пойду туда к выходу, к калитке, а там меня уже будут поджидать. Просто-напросто. Схватят, и все, и никуда я отсюда не выйду. Орудование это пищит. Короче, милая теплая ламповая игра превратилась в настоящий хоррор. Конечно, без каких-то стрёмных монстров, без призраков, без рек крови, разорванных там, кишок, обрубленных частей тела. Пока что. Но знаете, что страшно? Вот именно то, что иногда люди могут быть ужаснее любых монстров. И иногда, казалось бы, вот такая милая повседневность тоже может обернуться настоящим кошмаром. Вот такие-то дела, дорогие друзья. Но я предлагаю на этом нам серию закончить. Я, правда, понятия не имею, сколько нам здесь еще осталось провести времени. Но что-то мне подсказывает, что совсем скоро придется закончить. А на какую уж концовку мы выйдем? Что с нами в итоге сделают? Это уже, как говорится, не мне решать. Точнее, мои выборы уже сами все за меня решили. Я думаю, так. Поэтому буду ждать ваших комментариев. Большое спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующих сериях.